Судьбу тракторного завода обсуждают сегодня в правительстве. Руководство ЧТЗ сейчас работает над оптимизацией производства. Чтобы сэкономить на электричестве, предприятие сократит свою площадь. При этом объемы продукции меньше не станут. Антон Зубков продолжит. Это уже вторая встреча руководства ЧТЗ и заместителя губернатора Руслана Гатарова. Сегодня представители предприятия рассказали планы по оптимизации производства. И прежде всего это переезд в один относительно новый корпус. Это позволит снизить затраты, например, на электроэнергию в три раза. С 1 миллиарда 200 миллионов рублей до 400 миллионов рублей. При этом на заводе планируют сохранить как количественный, так и качественный уровень выпускаемой техники. В год планируют производить 1300 тракторов и дорожно-строительных машин. В большей степени эти машины будут поставляться на рынок России и стран СНГ. С иностранными производителями мы тоже работаем. У нас есть несколько проектов, достаточно перспективных, с которыми мы сейчас ведем переговоры. Иностранный рынок, как европейский, так и азиатский, он очень перспективный. Также и сейчас рассматривается уже и африканский рынок. Там тоже мы начинаем заходить. Освободившиеся площади, это земли и корпуса на предприятии намерены предоставить возможным инвесторам. Они будут там размещаться в рамках технопарка машиностроительный. Уже есть три варианта прихода компании. Это выкуп земли, аренда с последующим выкупом и долгосрочная аренда. Для того, чтобы привлечь в технопарк больше новых инвесторов, областные власти просят руководителей завода разработать более выгодные условия. Предложили инвесторам не просто землю, здание, инфраструктуру, а предложили еще и возможности для поставок в группу УВЗ, значит, из Уралтрак. То есть, если вы построите предприятие и будете производить вот эту продукцию, мы ее у вас купим. По рыночной цене, например, минус 3-5%. Это выгодно будет и корпорации, это будет выгодно бизнесу. Напомню, ранее на заводе сложилась сложная экономическая ситуация, на предприятии не было заказов, образовались долги по зарплате и перед коммунальщиками. Губернатор Борис Дубровский поручил контролировать ситуацию на заводе, и сейчас областные власти оценивают ее как стабильную. Антон Зубков, Евгений Чекалов, ОТВ.